Невозможно представить жизнь современного человека без транспорта. Допустим, если вы, насколько сильно тот или иной вид транспорта влияет на окружающую среду? Учитываете ли вы экологический фактор при планировании своих поездок и путешествий? Давайте рассмотрим ряд последствий, возникших из-за отрицательного влияния транспорта. Загрязнение воздуха и водоемов, эрозии почв, вибрации, шумовое загрязнение, выделение тепла и усиление парникового эффекта. Предлагаем вместе определить, какой из видов транспорта меньше всего влияет на окружающую среду. Многие эксперты сходятся во мнении, что наибольший вред планете наносят самолеты и автомобили. Поезда более экологичная альтернатива. Троллейбусы, трамваи и электромобили на сегодняшний день на вершине экологического рейтинга среди транспорта. Но не все так просто. У каждого вида транспорта есть свои экологические плюсы и минусы. Определяем экологичность транспорта. Ни у кого не вызывает вопросов факт, что самый экологичный способ передвижения ходить пешком или ездить на велосипеде, самокате и других альтернативных видах экотранспорта. Но такой подход не всегда возможен, если речь идет о дальних расстояниях, особенно в регионах, где бывает очень холодно или жарко. Как же подобрать наиболее экологичный вид транспорта для ежедневных или дальних поездок? Существуют разные способы оценки экологичности каждого вида транспорта. Различные метрики могут давать разные результаты и рейтинги транспорта. Самый распространенный способ – расчет углеродного следа. Его можно произвести самостоятельно с помощью специального калькулятора, чтобы выбрать самый экологичный вид перемещения для каждой поездки. Углеродный след, или карбоновый след, carbon footprint, совокупность выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, или, как в данном случае, транспортным средством. При расчете углеродного следа обращается внимание на величину затрачиваемой энергии и на метод ее получения. Речь идет про энергоэффективность конкретного вида используемого топлива или типа подведения электроэнергии. Это комплексный подход. Минусы. Например, самолет считается самым неэкологичным из всех видов транспорта. Но если вам предстоит совершить путешествие на поезде продолжительностью в две недели, есть смысл задуматься о перелете. Чтобы оценить, какой из типов поездки будет более экологичным, можно обратиться к калькулятору или амористическим. На авиацию приходится примерно 2-3% всех выбросов в атмосферу и кислого газа. Например, Боинг 747 расходует примерно 10 тонн топлива в час. Самое большое количество выбросов происходит при взлете и посадке, поэтому территории возле аэропортов особенно загрязнены. Плюсы. Сейчас многие авиакомпании предпринимают активные шаги, чтобы снизить вредное воздействие на природу. Одни смешивают топливо с биотопливом, другие разрабатывают электросамолеты. Выбирайте ответственных перевозчиков, сделайте выбор в пользу более современных самолетов. Благодаря новым технологиям их двигатели потребляют меньше топлива, а более совершенные системы фильтрации позволяют уменьшить объем вредных выбросов. Автотранспорт очень широко представлен на дорогах всего мира. Это и личные автомобили, и такси, и автобусы. Факт. Сейчас в мире насчитывается более 1 миллиарда машин. В России около 60 миллионов. Минусы. Все автомобили выделяют в атмосферу оксиды азота, угарный газ, тетраэтил свинец, формальдегид, бензол, сернистый ангидрид, бензопирин, сажу. Жители больших мегаполисов особенно остро ощущают негативное воздействие на свои легкие. Сотни миллионов машин должны производиться, обслуживаться и ремонтироваться, а отслужив свой срок правильно утилизироваться. Все это требует затрат дополнительных ресурсов. Плюсы. Существуют более экономичные марки машин, которые потребляют меньше топлива, а также такие сервисы, как каршеринг, общественный транспорт и так далее. Если ваш образ жизни не позволяет совсем отказаться от использования автомобиля, вы можете внести свой вклад в уменьшение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду. Мойте свою машину только в специально отведенных местах, а не на берегу реки или около дома. Необходимо регулярно проходить то, чтобы продлить срок службы автомобиля. При смене транспортного средства обратите внимание на более экономичные марки машин, которые потребляют меньше топлива. Если есть возможность, пользуйтесь каршерингом. Это дешевле и экологичнее, чем иметь свою собственную машину. А самый лучший вариант при любой возможности делайте выбор в пользу общественного транспорта. Автобусы тоже используют двигатели внутреннего сгорания, но перевозят большее число пассажиров и тратят меньше топлива в расчете на одного человека. Городской электротранспорт или электромобиль еще не имеет возможность со своими плюсами и минусами. Молосы. Для такого... Вам не потребуется заливать в бак топливо... Только не случайно. ...электроэнергия, чтобы обеспечить ваш электроавтомобиль полным...